Здарова, это Шамшурин, видео называется «Нужно ли рассказывать девушкам о себе, почему ты классный и вообще как-то себя пиарить?» Естественно, нужно, потому что принцип очень простой. Когда ты подходишь к женщине, она должна понимать, что ты тот самый. То есть ты, когда выбрал ее, и она тебе нравится, значит, в моменте тебя что-то привлекло, ты идешь туда, чтобы узнать больше, получить информацию о ней. А она, соответственно, для себя тоже должна понять, почему именно ты. Зачем это тебе? В первую очередь для того, чтобы ты вновь забытые какие-то вещи у себя в голове вспомнил. То есть вспомнил о собственной значимости, о которой мужчины почему-то, подходя к женщинам, которые им нравятся, очень волниеносно и быстро забывают. Причем это может быть и какой-нибудь альфовый мужик, который где-то в обществе занимает достаточно высокое положение, но как только он видит женщину, все пропало. Еще зачем тебе это нужно? Для того, чтобы себя правильно продать, скажем так. Потому что знакомство – это, по сути дела, та же самая грамотная продажа себя. Работа с возражением, например, во время знакомства – это тоже очень напоминает продажу. Потому что если бы ты, не знаю, продавал пылесос, ходил по квартирам, звонил в звонок, открывали тебе дверь, ты говорил «Здрасте, купите пылесос». Они говорили бы «Нет», ты бы раз разворачивался и уходил. Наверняка ты и твоя семья уже давно бы сдохли с голоду. Поэтому, во-первых, грамотная продажа себя, во-вторых, вспомнить, почему ты достойный мужчина и обязательно довести это до женщины. С чем же я сталкиваюсь постоянно на своих живых тренингах и вообще на каких-то зубросборах и каких-то любых других мероприятиях? Мужчины, которые представляют себя достаточно, скажем так, образованных, интеллигентных, в чем-то там финансово успешных. Некоторые из них там спортивные достижения какие-то демонстрируют. То есть мужчины более чем достойные, но когда они видят женщину, которая им нравится, идут туда знакомиться, потому что сейчас мы говорим о формате знакомства. На свидании, конечно же, все-таки у людей этих вопросов возникает меньше, что они рассказывают о себе. Ну и там стесняются. Но все-таки в формате знакомства эти мужчины, видя женщин, которые им нравятся, они просто забывают напрочь просто обо всех своих достоинствах, достижениях, качествах и сильных чертах характера. Причем там внутри тренинга, на разборах, в мужской компании многие из них ведут себя достаточно, скажем так, с определенной долей мачизма. Они очень круто себя подают, они очень круто себя позиционируют, но женщины от того, что у этих мужчин высокая значимость этих женщин, они выключают напрочь все вот эти их рассказы о себе. Когда ты подходишь к девушке, чтобы познакомиться с ней, или подсаживаешься в кафе, неважно, где ты это делаешь, или в метро, или в пробке, то есть ты в основном делаешь что вспоминать? Ты в основном спрашиваешь ее о чем-то. То есть либо ты, делая упражнение горлом из моих тренингов, ты начинаешь рассказывать о ней, либо ты начинаешь что-то спрашивать, спрашивать, спрашивать. То есть ключевое, что в этой всей теме нет тебя. Ты либо забываешь, либо чаще не считаешь нужным, либо стесняешься рассказать женщине о себе. Как она поймет, что ты тот самый мужчина, с которым нужно идти на свидание? Как она узнает информацию о тебе? Для нее это, по сути дела, получается намного больше риск, чем для тебя. И именно поэтому я на своих тренингах активно даю людям тему про признаки заинтересованности. Это то, как можно невербально по девушке увидеть, что она сейчас заинтересована в общении с тобой, это какие-то микродвижения, что-то еще. Но это лишняя такая научная фигня. Но тем не менее она помогает многим мужчинам расслабиться во время коммуникации, потому что если женщина не задает ему вопросов, у него логика проста, значит ей со мной не очень-то интересно. Но если он видит эти признаки заинтересованности, он немножечко расслабляется. И таким образом может сложиться впечатление, что у девушек, на самом деле, особенно у красивых, намного больше выбора в мужчинах, чем у мужчин. Потому что особенно, когда ты общаешься с какими-то женщинами с претензией на то, что они там самые красивые, часто слышишь от них следующее, что к нам вообще редко подходит знакомиться. Почему-то мужчины смотрят и не знакомятся. Но, конечно, с таким лицом, если они будут ходить по улицам, с ними вообще перестанут знакомиться. И даже эти немногие из них. Но на самом деле выбора у женщин гораздо меньше, потому что они могут выбирать только из тех, которые набрались смелости, храбрости, яиц, там чего угодно. Может быть алкогольные набрались. То есть только из тех, которые подходят к ним и пытаются заговорить, познакомиться. Этих мужчин может быть даже достаточно много. Ну, например, если девушка красивая, эффектная, там она с подругой, она как-то оделась очень ярко и привлекательно. Возможно, где-нибудь в парке Горького человек 10 за вечер может к ней подойти. Не считая пикаперов, которых там очень много на самом деле. Я говорю просто про мужчин, которые так или иначе оказывают знаки внимания. Но ее выбор ограничен только этими 10 мужиками. И самое прикольное, что может быть она видит какого-то мужчину, который ей нравится, там через столик в летнем кафе. Он на нее смотрит, но он так и не решается на это. И она думает, блин, что не так, что со мной не так. Она не понимает, что есть такой страх подхода, страх знакомства. Но какие-то такие облезлые, плешивые, возможно, но более дерзкие и смелые, они к ней подходят. И она вынуждена выбирать из этого контингента. Поэтому однозначно выбор у мужчин гораздо больше, намного больше. Проблема в другом. И, конечно же, мужской выбор сильно и тесно связан с тем, насколько мужчина, скажем так, прокачан в каких-то базовых моментах. Например, в его внешности, в способности разговаривать, в его интеллекте, в его финансовой составляющей, в какой-то статусности. То есть, это напрямую влияет, есть прямая корреляция между качеством и количеством женщин, которые будут лучше реагировать на мужика. И вот этими вот его какими-то бонусами, назовем это так. Но все бы ничего. То есть, по сути дела, самое главное, что ему нужно, это умение разговаривать и наличие интеллекта. Потому что, если у тебя есть наличие интеллекта, у тебя приложатся все остальные качества. Если ты умеешь разговаривать и коммуницировать, ты сможешь правильно и грамотно, скажем так, разговаривать и открыть любую девушку, заинтересовать ее собой. Но основное не в этом. Основное в том, что мужчины не пользуются своим выбором. Он, по сути, безграничен, но вам все время мешает ваш страх быть отвергнутым, страх отказа, страх, что не получится. И куча-куча тараканов в ваших головах, которые, по сути дела, не существуют на самом деле. Они выдуманные, вымышленные. Их нет, этой стены нет. Но это не дает тебе, в частности, пойти и познакомиться с той женщиной, которая тебе нравится. И когда ты все-таки набираешься смелости и идешь знакомиться с той девушкой, которая тебе нравится, зачастую она все-таки не задает тебе вопросы. Она не интересуется тобой. То есть я имею в виду первые секунды и минуты именно знакомства. Я не говорю про свидание еще раз. Конечно, бывает такое, что девушки тоже разные, какие-то более открытые. Но так или иначе, в основном, женщине нужно включить режим некой обороны, чтобы, во-первых, сложить в себе ответственность. Во-вторых, не показаться доступной. Ну, это базовые вещи, о которых я сто раз рассказывал. А в-третьих, чтобы отфильтровать какого-то слабого самца. То есть это какие-то биологические моменты, которые обязательно нужны. Это часть этой игры. И не зная правила этой игры, ты рискуешь в ней проиграть. Поэтому, как я уже сказал, женщине, скорее всего, свойственно включать режим обороны, а не включать режим «А расскажи-ка мне о себе». Поэтому твоя святая обязанность, помимо того, что ты должен как-то эту оборону преодолеть, еще и рассказать о себе, попиарить себе, чтобы она подумала «Вау, вот это мужик, я с удовольствием хотел бы сходить с ним на свидание». Но мы здесь сталкиваемся с новой проблемой, потому что, если даже у тебя получилось пойти познакомиться, рассказать о себе, ну, это сопряжено со следующим. То есть ты боишься, а вдруг она подумает, что я хвастаюсь, а вдруг ей вообще неинтересно то, что я говорю. Да, может быть, тебе как-то неудобно о себе рассказывать. Может быть, у тебя в голове есть только такая стратегия, что я сейчас должен максимально говорить только о ней, только ей красивых слов и комплиментов. И какой уж там о себе, о себе я когда-нибудь расскажу. У тебя еще куча тараканов, которые тебе мешают рассказывать там о себе. Тем более большинство из вас, абсолютное большинство, при знакомстве не умеют делать это нативно, плавно и как-то встроенно в диалог. То, чему я учил на своих тренингах, в конечном итоге это третья стадия. То есть там сначала идет упражнение горлом. На возможность вообще что-то говорить туда, в сторону женщины, понять, что разговаривать можно о чем угодно. Второе, это определенный самопиар в такой грубой форме. И третье, куда мы должны будем с вами прийти, это умение нативно и плавно встраивать в вот эти качели разговора информацию о себе. Например, как это выглядит в конечном итоге. Если тебе нравится девушка и ты считаешь, что она должна узнать о твоих спортивных достижениях, ты подходишь к ней и как-то сам с помощью диалога говоришь, например, слушай, у тебя очень классная стройная фигура, ты наверняка занимаешься фитнесом, приседаешь, я смотрю, да, там, или... Она говорит либо да, либо нет. Ну, например, она говорит да. И ты говоришь, слушай, я, кстати, тоже очень люблю спорт. В свое время когда-то был там КМС по боксу или там чемпион области, бла-бла-бла, но это было давно. Сейчас так иногда захаживаю в фитнес. Вот, когда-нибудь мы с тобой сходим туда вместе обязательно. То есть, о чем это говорит? Здесь ты сообщил о себе нужную информацию, ты встроил ее в диалог с помощью вопроса соответствующего, наводящего, поэтому ты не хвастаешься точно. В-третьих, ты еще и закинул удочку насчет того, что когда-нибудь ты с этой девушкой, вы сходите туда. И в-четвертых, зная, если ты еще знаешь базовые потребности женщин, что есть потребность в безопасности, одна из таких природных, древних и основных. Мужчина, который занимается боксом, например, для нее там вызывает большее ощущение безопасности рядом с ним, чем нежели какой-нибудь, возможно, там неспортивный персонаж. Но это уже другая история. Это, как я сказал, последняя стадия, как это должно выглядеть в идеале. Но этому нужно научиться, для этого есть специальная техника. И, кстати, если ты скромный парень, какой-нибудь обычный сварщик, и ты думаешь, а что я буду о себе говорить, то даже сварщик может о себе сказать такими словами, а никто не отменял рабочих нормальных мужчин, которые что-то делают руками, что женщине это понравится. Ты можешь сказать себе, я профессионал по работе с металлом. Если ты какой-нибудь обычный менеджер по закупкам стройматериалов, чего-то еще, ты можешь сказать, я мужчина, без которого не будет работать ни одна стройка в нашей области, в нашем городе. Вопрос, какими словами ты должен это о себе рассказать. Но, чтобы сделать то, о чем я говорил на высшем уровне, вот этот самый пиар, о котором я говорил сейчас, нужно базово преодолеть в себе вот этот барьер, а как это так, я пойду и буду рассказывать ей что-то о себе. Да, особенности женщины очень сильно нравятся. Для этого есть упражнение, которое называется «Почему я классный?». Как оно делается, как оно выполняется, оно очень такое интересное, эмоционально заряженное и несет в себе огромный какой-то полезный потенциал. Значит, смотри, ты подходишь к девушке, это даже можно как-то отстранить от знакомства, говоришь, привет, ты красивая, ты мне очень понравилась, сейчас я буду рассказывать тебе, почему я классный. Или там, сейчас я буду рассказывать тебе, почему я лучший мужчина в твоей жизни. Вопреки тому, что ты сейчас думаешь, блин, никто не будет это слушать, реакции очень разные. И все-таки в 70% случаев они позитивны, если ты при этом будешь говорить это так, эээ, уверенно, ну, с позитивным настроем. Что дает это упражнение? Во-первых, тебе нужно будет вспомнить как минимум 10 пунктов, что именно ты будешь рассказывать о себе женщинам, чтобы они понимали, что вот этот самый. И поверь мне, если даже ты не вспомнишь ни одного, я, если сяду и поговорю с тобой, мы вытянем из тебя не меньше 10 этих пунктов, и ты в конце скажешь, блин, ну да, наверное, ты прав. Очень важно, и это очень сильно зависит от твоего восприятия себя, от твоей самооценки. И в этом тебе обязательно понадобится моя помощь. Короче, сделав это упражнение определенное количество раз, ты перешагнешь через какие-то свои барьеры, через свою ненужную в этом моменте скромность. И тебе после выполнения его потом легче будет встраивать нативно в диалог. У тебя уже не будет мысли, что, блин, а вдруг это стрёмно, а вдруг это не вовремя, вдруг это неинтересно. Это очень круто работает и даст тебе очень хороший результат. Потом это будет легко встраивать в диалог, потому что ты знаешь, что ты будешь туда закидывать. Также тебя приятно удивить то, что девушки в основном на это упражнение в конце, после того, как ты это будешь рассказывать, будут реагировать все-таки чаще позитивно и позитивно так, что это будет даже для тебя неожиданностью. Это упражнение, как и несколько других, которые будут в моем марафоне, который называется «Шамшурин всегда рядом с тобой», оно будет где-то в середине его или даже, наверное, ближе к концу. То есть мы не будем ставить его в самом начале, если для тебя сейчас это кажется какой-то дикостью. Мы начнем с самого-самого простого и понарастающей. По сути, что такое марафон? Это то, что я выдумал для того, чтобы помочь тебе на расстоянии. Если ты до сих пор не приехал к нам на практику в Москве, которая, между прочим, стоит в 10 раз больше, чем этот марафон, то сейчас у тебя есть уникальная возможность выполнить все практические задания. Потому что ты уже убедился в том, что теория, которую ты от меня получал из-за каких-то из них и этих курсов, ты даже платил деньги, она так и осталась для тебя теорией. И в теории это ничего не приносит, никакой результат, если не делать. Наконец-то я придумал, как я могу тебе помочь, чтобы ты сделал. Это марафон. Значит, все подробности под этим видео. В марафоне я буду тебя ругать, хвалить, мотивировать, заставлять, уговаривать делать все, что я делал на своих живых тренингах. Я буду это делать голосом. У тебя будет полнейший эффект присутствия, что я нахожусь рядом с тобой в полях. Я сделаю все для того, чтобы ты в эти поля пошел, чтобы ты сделал там эти упражнения, чтобы ты не сильно огорчился и быстро восстановился после каких-то негативных, на твой взгляд, реакций на тебя и много-много чего еще. Плюс ты будешь находиться в чате единомышленников с тобой вместе, одновременно в странах России, СНГ бывшего и дальнего зарубежья этот марафон будет проходить еще большое количество ребят. Ты обязательно найдешь себе единомышленников в своем городе. И самое еще главное, что мы с тобой лично сможем пообщаться голосом. То есть у нас будет в определенное время назначаться там час или два, когда каждый из вас, кто идет в поля и хочет сделать какие-то упражнения, ему нужна поддержка или обратная связь, может позвонить нам по видеосвязи. И я лично буду разговаривать с тобой по видео и делать так, чтобы ты смог сделать все мои задания, а значит получить тот результат, который ты хочешь. Итак, марафон. Ты шамшурин всегда с тобой. 10 дней, 10 простых заданий, которые сделаны максимально комфортным образом для тебя для выполнения. Это будет максимально комфортно, это будет максимально с моей поддержкой, с моим присутствием в твоем телефоне в виде голоса или даже видеозвонков. Итак, дата, когда ты сможешь вписаться в марафон, ты сможешь сделать это всего за 4 дня, с 10 по 13 включительно. Дата окончания 23 числа. Время на выполнение практических заданий тебе понадобится не больше часа в день, поэтому не нужно думать, что это какое-то прям всеохватывающее занятие, на которое ты не найдешь время. Не надо сейчас придумывать себе отмазки. Все просто и легко, но 10 дней это достаточный срок, выполняя простые задания, в течение которого ты можешь получить суперский результат. И если ты хочешь попасть в марафон по более низкой цене, то прямо сейчас переходи по ссылке, оставляй свои данные для того, чтобы попасть в список предварительной регистрации и забронировать за собой сегодняшнюю текущую стоимость. Все подробности там, бронируй себе место и увидимся на марафоне. Пока.